Самая крупная по своему размеру пчелиная семья это царица. В каждом улье она единственная. Трутни в семье несколько сотен. Их единственное назначение оплодотворять царицу. Живут трудни только одно лето и находятся на полном иждивении пчел-тружениц, которые составляют большую часть семьи. Их в улье десятки тысяч. Строение тела пчел, особенно их ротового аппарата и ног, приспособлено для сбора нектара и пыльцы. Нижние челюсти и нижняя губа образуют хоботок с заостренным язычком, которым пчела и собирает нектар. Вот так летают они над землей, перепончатокрылые, уже 40 миллионов лет. Умеют считать, различают цвета. Могут растолковать подруги, куда лететь за кормом. Чтобы выработать 100 грамм меда, пчела должна облететь примерно миллион цветов. А нужно запасти столько, чтобы хватило всей семье в течение года. Добытый нектар пчелы приносят в улей и передают приемщицам. Приемщицы в течение некоторого времени будут хранить его в своих медовых желудочках, где нектар подвергнется сложной переработке. А потом опустят каждый по одной капле нектара в свободные ячейки. Это только самое начало сложнейшей и кропотливейшей работы по сотворению меда. Собирая нектар и перелетая с цветка на цветок, пчелы опыляют растения. А кроме того, собирают цветочную пыльцу в особой корзиночке на лапках. Так называемые обножки. Их хорошо видно, в данном случае они желтого цвета. Собранную пыльцу приносят в улей, смешивают с медом и готовят пергу, корм для будущих личинок. А свою царицу пчелы-труженицы кормят высококалорийным молочком, которое вырабатывают их верхнечелюстные железы. Пчелиная царица занимается только кладкой яиц. За лето она откладывает их около двухсот тысяч, а живет в среднем лет пять-шесть. Через три дня из каждого отложенного яйца вылупляется личинка. Рабочие пчелы кормят их и ухаживают за ними. Спустя неделю ячейки запечатывают восковыми крышками и оставляют дней на двенадцать. А когда выводится потомство, приходит самая долгожданная пора для пчеловода — медосбор. Бактериологические исследования показали, что сотовый мед абсолютно стерилен. Не говоря уже о том, что это приятное высокопитательное диетическое кушание. Мед обладает и многими лечебными свойствами. Поистине пчелиное сообщество с его изумительной организацией и исключительными по свойствам продуктами жизнедеятельности — уникальное явление природы. Субтитры создавал DimaTorzok